добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй и живи сегодня нахожусь на нашем производстве домокомплектов каркасных домов и хочу для вас рассказать одну очень интересную историю оказывается уже давным-давно на просторах youtube и просто у меня нет времени смотреть чужие видеоролики появился ролик в котором якобы разгром пошел скандинавский ригель что он не работает что доска высыхает там появляются зазоры и ригель не опирается на вот эту ступенечку которую мы делаем запилок в этих самых в стойках и ригель не работает я честно признаться человека который снимал снял этот видеоролик раньше видел считал всегда его грамотным но тут я просто был в шоке как можно такое вообще заявлять сегодня вам покажу на примере вот этого небольшого макета который мы собрали на нашем производстве что это абсолютно неправда и так что мы сделали мы сымитировали каркасную стену небольшой высоты полметра я не собираюсь тут лазить на высоте трех метров и что-то вам показывать это просто травмоопасно в условиях нашего производства вот светировали каркасную стену обычно оконные проемы там шириной полтора два метра максимум да но дело в том что моего веса дюшачьего не хватит для того чтобы показать как прогибается доска поэтому мы оконный проем расширили сделали вот 4 метра для того чтобы вам на камеру спокойно было видно что доска прогибается под нагрузкой без ригеля а потом покажем как она будет прогибаться или не будет прогибаться с ригелем вместе и посмотрим обратите внимание что в запилок под ригель нет никаких отверстий мы никакого ригеля туда не прибивали мы это делаем впервые для того чтобы вам показать я просто заранее уверен в результате потому что физику и сопромат не отменить и так пойдемте посмотрим дара то есть давай прям здесь расскажу мы сделали нижнюю обвязку стойки высотой полметра запилом под ригель заблаговременно сделав запил под ригель гораздо больше чем 150 доска то есть когда мы ригель ставим здесь будут зазоры по несколько сантиметров сейчас посмотрим и сделали верхнюю обвязку сейчас установим сюда ригель и посмотрим нет вернее я сейчас сначала найду середину в эту середину наступлю своим индюшачьим весом и покажу насколько прогнулась доска а потом сделаем то же самое с прибитым сюда ригелем который не будет опираться на эту ступеньку так примерно это не принципиально найдем середину для того чтобы я наступал на середину теперь аллеев об постараюсь не поворачиваться задом камере так а мы измерять будем насколько прогнется вот я встал на середину видите насколько прогнулась доска именно для того чтобы вы увидели насколько прогнулась доска мы сделали такой широкий пролет естественно в доме гораздо больше нагрузки чем мой вес но при этом гораздо меньше проема оконные дверные я думаю без всяких замеров вы увидите насколько произошел прогиб теперь ставим ригель прибиваем его не правом то же самое следование на предпочтение Субтитры сделал DimaTorzok Ставь камеру Однако волшебство Я даже и на такое не рассчитывал Ну что, друзья, работает ригель скандинавский? Или не работает? Еще раз сними там, что нету никаких опор Что все держится просто на гвоздях Вообще не прогибает, да? Честно признаться, друзья, я был почти уверен, что хотя бы чуть-чуть прогнется Но не прогибается Не прогибается Прогибается? Чуть-чуть Вот так работает скандинавский ривиль О том, что он действительно скандинавский Вот вам, пожалуйста, пример Ведь финны, они не дураки Благо на ютубе появился новый видеоблогер Ну, относительно недавно Зовут его Сергей Филиппов Ну, я его считаю своим уже близким другом Вот Он живет в Финляндии Русский мужик Который в Финляндии уже давно работает До этого работал где-то в Эстонии В общем, все время в европейских странах И вот сейчас как раз на его канале идет такой сериал О строительстве им, его бригадой В Финляндии дома каркасного Так вот, там есть момент Я сейчас с его разрешения вставлю этот момент В свой видеосюжет Вам, если будет интересна полная версия Ссылка на его канал будет в описании Заходите, смотрите Так, там вот они ригель Ну, единственное, что они его не запиливали в стойке Они его просто внахлёст Прихерачили Прихерачили его на гвозди Он достаточно высокий Просто на 10 гвоздей в каждую стойку пробили И этого достаточно Приветствую всех из Финляндии Нужным стенкам мы прикрепили киртопул Это киртопул крепится по проекту По 10 гвоздей на каждую стойку Всего каркаса Вот этот упор снизу абсолютно не нужен Для чего мы его утапливаем в стену? Да просто для того, чтобы он не выпирал За пределы стены В том сюжете в Финляндии, который там немножко другая история Там ригель нужен для того, чтобы передавать нагрузки от межэтажного перекрытия Но принцип тот же самый Работает, друзья Даже не сомневайтесь Все это чушь и никого не слушайте Слушайте только строй и живи Теперь я буду говорить только так Ну что, друзья На этом эксперимент мы закончили Вот эту финальную сцену я снимаю специально Нашел на нашем производстве целая пачка Уже заготовленных стоек с выпилом под ригель Ведь, друзья, мы не зря стараемся Не зря, извиняюсь, мудохаемся Выпиливаем вот эти пазы под ригель Тратим лишний материал для того, чтобы сформировать этот ригель Вставляем его во все несущие стены Ведь проще всего взять доску потоньше Без всяких укосин Все это наклепать и обить в ОСБ И вот так вот продавать своим клиентам Которые живут в России Не в Америке, а в нашей, в России Да, так сделать проще всего Но мы делаем по-другому Мы за качеством Мы за надежность нашего каркаса Без всякого ОСБ, который паронепроницаем Я уже много раз озвучивал эту тему на нашем канале И еще раз скажу Если вы у вас строите дачный домик В котором не будет никаких мокрых процессов Добивайте вы ОСБ свои каркасы За деньги и мы это сделаем Ведь это не повредит вашему дачному домику Где не будет там готовки еды Какой-то стирки Ну, в глобальных каких-то вопросах Да, там пар какой попадет в вашу стену каркасную Он попадет летом туда Зимой вы там жить не будете Либо какой-то небольшой промежуток времени Да, он пройдет там сквозь это Почти паронепроницаемое ОСБ Выйдет через стену и вы там следующей весной У вас все будет нормально А за лето все просохнет Для летнего домика не проблема Но если вы для дома, для постоянного проживания Хотите обить ОСБ дом То, ну, будьте добры Обязательно раскошелиться И установить приточно-вытяжную вентиляцию Во всем доме, целую систему Я сейчас сталкиваюсь с такими заказчиками Которые строят себе дома по 5-7 миллионов И они, когда узнают о том, что стоимость вентиляции Составляет там 300-400 тысяч Встают в ступор Они не готовы тратить такие деньги У нас российский менталитет такой Мы не готовы 300 тысяч выложить за какую-то вентиляцию А вот, блин, 20 тысяч выложить за ОСБ Оббить, испортить свой каркас Мы все готовы Ради какой-то надежности Лишь бы не ставить укосины и ригеля Неправильно это, друзья У нас в России другой климат У нас другой менталитет у людей И у нас поэтому другие каркасы С вами, как всегда, был Александр И проект Струежи До скорой встречи Пока